итак дорогие друзья с вами валерий бувсыновский курс 9 сейчас оформляю значит обратите внимание что мы дальше сделали мы в наш проект добавили документацию это архиважно значит а сейчас я сначала объясню то есть теперь в проекте мы сможем записывать наши настройки как раз домашнее задание было разобраться макдана основные моменты я показал значит записывать настройки добавлять сюда приложение записывать изменения зачем это нужно и он никому не мешает джанга у нас будет запускаться на порту 8000 мы настроили документация будет сервер работать на порту 8200 и то есть по сути дела офигенная вещь почему потому что сама перезапускается то есть мы добавляем изменения и так далее так далее так вот разберемся зачем зачем это нужно так где-то я давайте перейду на начало курса сейчас я только итак ребята я написал внимательно вот сейчас думаете то что я говорю для новичка ведение документации это гарантированная быстрое изучение любой библиотеки почему большинство людей делают как посмотрели код забыли другой проект третий ничего не работает объяснить код не может человек далее вот к чему это приводит это приводит к тому что проходит там шесть семь восемь месяцев говорит код понимаю писать не могу ребята это одна часть беды в которую можно влезть с первого дня писать документацию для каждого проекта для новичка сначала объясняю зачем когда вы пишете вот представьте вы попрограммировали пошли кушать пришли кушать что программировали хрен его знает грубо говоря особенно на первом этапе все это в голове открыли свою документацию так не то открыл сейчас у меня столько вкладок открыли документацию посмотрели вот сетинг дальше создали документ допустим какие настройки внесли до того или иного приложения то есть с первых шагов вы вы вынуждены описывать то есть вам надо произнести описать рассказать вы начинаете анализировать код а начинаете сразу себя приучать думать кодом вы начинаете фиксировать изменения ага было так сделал так запишу обучаемость и запоминаемость и запоминаемость возрастает в разы в десятки раз грубо говоря можно было бы сказать так есть кроме программирующих ребята пишущие и не пишущие которые не пиши не пишущие результаты будут скромнее намного которые пишущие оказывается могут программировать могут анализировать могут правильно задать вопрос могут развивать приложение вы начинаете разбираться в мелочах на самом деле одно дело а я сделаю там а другое дело вот с первых шагов как я показываю в этом курсе а это опыт опыт мы будем создавать по каждому приложению и ребята а ведь и ведь идеи приходит намного чаще и больше чем вы думаете пришла идея что там прямо в среде не надо далеко ходить открыли файл внесли себе вот это вот это вот это сделать ага вот код вот этот код рассмотреть переписать все закрыли пошли дальше работать открываете это же приложение и уже в любом случае смотрите ага изменения такие а это почему добавили ссылочку там на то что нашли добавили на свои результаты разобрались и у вас шпаргалка оба на и а потом смотрите оказывается в голове уже помните все еще зрительная память потому что идет фиксация для новичков архиа важно а для людей которые делают проекты уже боевые да это вообще это вообще важно привыкайте почему потому что первая идея второе проект разрастается думаешь так а в каком это файле это надо лезть на сервер всей картины не видно когда я начал уже делать описание проекта для себя все легенько все пошло по одной простой причине это правильно и вам говорю ребята это важно делать сейчас с первых дней почему с первых дней у вас уйдет время на выработку стиля вашей личной документации на ваше удобство пока вы себя поймете да я показываю то что мне удобно как а вы где-то по своему будете делать и это войдет привычку сделали создали проект бас туда документацию самое важное для себя отмечаете внесли изменения до документацию конечно мы пользуемся и гид и всем но все в код не в паришь а когда идет конкретное описание открывая что сделано что хотел сделать что просто как грубо говоря вы себе мини книгу пишите по вашему проекту ваши мысли у вас ясность четкость понимание что можно сделать что нужно цели задачи все это в код не впихнете поэтому ребята приучаемся с первых дней ну а кто только зашел открываем сайт spb-tut.ru нажимаем на новые курсы и делаем курс за курсом в школе вообще более 10 суток видео просто здесь курсы по джанга 2 мы работаем в среде байчаром поэтому неважно на какой системе вы работаете windows linux мак но я пишу программный код строго в убунту а это видео сделано приготовьтесь на ксу бунту ребят я школу потихонечку приучаю что да вы можете пользоваться windows но писать код развивать проекты уже надо только в линукс у вы начнет жить без проблем вот я с удовольствием все библиотеки в первую очередь заточены под линукс и линукс то что вот вы настроили то что он когда он настроен делает он это делает классно круто без всяких там фантазии он все в себя пускает ладно не буду хвалить windows так windows то придете к линукс все равно рано или поздно так вот ребята это важно кто не услышал ну ладно ребят но не услышали все равно придете с потерей времени с кучей геморрона но придете к этому придете к документации значится это архиважно хотите быстро обучаться делайте как говорю хотите медленно делайте как хотите так вот для людей которые новые закончу заходите вы скорее всего вот так для вас будет выглядеть сайт получаете логин и пароль получаете пожизненный доступ начинаете заниматься что непонятно спрашиваем группе шаг за шагом все будет хорошо и обратите внимание что у вас могут возникнуть вопросы что вот как построен курс почему он называется делаем из себя программиста python жанга пошел по шагам немножко отвлекусь про курс уже рассказал ребят потому что важно это конечно приходит с годами но для новичка это будет благо то есть мы изучаем жанга подробно кроме этого мы используем такую вещь мощную настроили как джупитер ноубук то есть мы здесь имеем возможность писать код прописывать комментарии то есть как командная строка но глубоко влазит жанга при этом эти документы если допустим консоль проделал код закрыл среду разработки все пропало здесь остается все с вами второй момент мы используем гид гид нам нужен для того чтобы создавать ветки так как новичок сделал проект не получилось все стер по-новому так вот мы создали ветку не получилось хрен с ней удалили поэтому у нас всегда есть живой проект все эти сейчас мы делаем справку и это еще не все ребята еще и тестирование то есть идет изучение жанга 1 написание приложений 2 собрание вобрание в себя навыков программиста 3 сразу мы развиваемся чувствуем как программист пользуемся инструментами как программист чтобы стать программистом надо быть им сразу вот это не высокие слова но понятно что когда мы пишем справку работаем с жупитер и разбираемся в джанга глубоко понятно что понимание увеличивается в десятки раз и так шаг за шагом поэтому курс так и называется ну а сегодня была тема мы просто добавили документацию в наш проект и теперь джанга у нас будет работать мы еще просто не создали страницу сама по себе а наша документация будет доступна на другом порту и мы можем все добавлять то есть обогатили свой путь поэтому документацию делать для каждого проекта приучать вперед спасибо за доверие с вами был Валерий Босновский а видео сделано ксубунту